Стоунхендж Стоунхендж И вот как именно это происходило до сих пор, ломают головы ученые. Вопросов действительно много. Что это чудо света, посланное с небес или грандиозная мистификация? Как древние люди доставляли камни весом 50 тонн на такие большие расстояния, 300 километров от Камена. Как трилиты, сооруженные из трех камней буквой «П», созданные без каких-либо скрепляющих растворов, простояли тысячи лет. Как арки из столбов и блоков стали своеобразной навигационной системой, способной точно указывать направление света. Восход над Стоунхенджем в день летнего солнцестояния – это незабываемое зрелище. Даже несмотря на прецессионное вращение земной оси, Солнце из года в год встает над Стоунхенджем в точно отмеченных местах. Удивили. Кому-то же это надо было, тащить столько времени, положить здесь столько жизни, чтобы притащить сюда вот эти камни. Увидел, наконец-то, мечтал всю жизнь. На заставке своего компьютера даже, наверное, пару недель, лет пять назад стоял. Ну, я как строитель заявляю, что какой-то богатый дядька пытался себе построить жилье каким-то непонятным способом. Огромные камни, тяжелые, тащили откуда-то, там, 240 километров, все-таки расстояние для того времени. Стройка не была. Поэтому, ну, посмотрел. Чего, один раз посмотреть стоит. Пока в спорах рождается истина, Стоунхендж растаскивают на сувениры. Еще несколько лет назад в реалиях каждый турист считал нужным привезти отсюда камушек. А сейчас, после того, как вокруг камней появилось специальное ограждение, миниатюрный Стоунхендж и другие безделушки с изображением этой загадки человечества, можно купить только в сувенирных лавках. Да. Ну, сувенир. Воронам не нравится. Воронам не нравится. Воронам не нравится. Две тысячи лет назад римляне, захватившие Британию, обнаружили здесь горячие подземные источники и занялись возведением римских терм, построив вот этот грандиозный комплекс с банями, бассейнами, раздевалками и другими помещениями, включая даже храм. Впечатление потрясающее от того, что когда-то там в древних веках римляне строили эти ванны, купальни, что они это все продумывали, архитектуру, инфраструктуру, как там эта вода будет затекать откуда, по этажам, где подниматься, где сверху смотреть. То есть поражает вот этот вот масштаб, что для таких, как нам сейчас кажется, древних времен, у них уже была такая четкость, продуманность во всем. Сам городок расположен на берегу реки Эйвон. Англичане и туристы, приезжающие сюда, верят в благотворное воздействие климата на все болезни, особенно чахотку. Поэтому держать гостиницу или сдавать дом в бате – уже давно сверхприбыльное предприятие. Торжественно помпезная по английским меркам архитектура города должна была создавать иллюзию небольшой столицы, где было бы комфортно лондонским дэнди и дамам из высшего общества. И у англичан это получилось. Ну и отдалившись от Лондона, на несколько десятков мель было бы преступлением не заехать в английскую деревню. Сочетание умеренной ухоженности и простоты. Вот такие уютные домики, утопающие в зелени, и много-много колоритных безделушек внутри, дышащих стариной и традициями. Овощи на пару, конечно же, картофель и незамысловатая горячая. В Англии настоящий бум натурального хозяйства. Даже в монарших угодьях есть домашняя ферма. И уж тем более весь пригород на нашем пути утопает в пастбищах с овцами, свиньями и стогами. Великобритания производит более 75% сельхозпродуктов, потребляемых населением. Себестоимость фермерской продукции очень высока. Рентабельность ферм поддерживается за счет правительственных субсидий и выплат. Ну а в следующей серии проекта «Северное турне» самый красивый замок Англии, Виндзорский. И культовое шоу в Лондоне «Мамма миа». Генеральный спонсор проекта «Нокеан Тайрс». «Нокеан Тайрс» – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. «Нокеан Хакапеллита 8» – цепляет как никогда раньше. «Нокеан Тайрс»